Если гусенице приклеить крылья, она не станет бабочкой. Все изменения должны произойти изнутри. Именно сегодня в традиционной рубрике «Разбор полетов. История Виктора», который именно так изменил себя. Поехали! Что ж, друзья мои, сегодня не будет видео о том, как что есть, как паковать контейнеры и как варить куриную грудку. Сегодня будет ролик о том, ради чего я создавал канал несколько лет назад. А именно ролик о том, что изменение нашего внешнего вида, изменение нашего образа жизни, неизбежно повлечет за собой изменение нашей личности. И изменения это будут глобальные. Именно об этом наш сегодняшний герой и расскажет. Что ж, друзья мои, я не буду долго утомлять у вас своей болтовнёй и просто передаю слово Виктору. Поехали! Привет всем подписчикам канала Fresh Life 28. Огромный привет тебе, Антон Базилио. Также огромная благодарность тебе за то, что ты заинтересовался историей моей трансформации, трансформации моего тела, личности, характера, менталитета. Надеюсь, это видео для кого-то окажется полезным. Может быть, кто-то замотивируется даже и начнёт действовать и менять свою жизнь. Я бы хотел рассказать о том, что... Как я пришёл ко всему этому, буквально займёт немного времени. Всю свою подростковую молодость я был полным молодым человеком, мягко говоря. До 16 лет весил, наверное, 95. Ну и потом пошёл выше, потому что начал натихаря от мамы попивать пивко. И не только. И к 19 годам я весил 105 килограмм. Но в 19 лет пришла повестка, повестка в армию. И я ушёл в армию. За время службы я потерял 25 килограмм. То есть спустил до 80 килограмм. Ну это всё-таки режим, физические нагрузки, питание сделали своё. Но вернувшись после армии, я не дал себе капли шанса побыть нормальным, адекватным человеком. И сразу накинулся на алкоголь, сигареты, еду. Естественно, неправильную. То есть по полной программе начал закидывать в топку всё подряд. И к 2013 году я вернул... То есть два года хватило мне, чтобы вернуть эти 25 килограмм. 25 килограмм не мышечной массы, а жира. Но я на этом не остановился. Жизнь же одна всё-таки, конечно. Я начал продолжать вести развратный образ жизни. Пить, курить. Усиленно сел на жрачку. Ну, чтобы вы понимали, до обеда я потреблял 2500 калорий. То есть мой завтрак это был 3-4 картошины и залитые тремя яйцами. Это просто ужасно. Я не знаю, это... Это полнейший ужас. И к 2016 году я весил 125 килограмм. Это самое ужасное, что может собой человек делать. То есть довести до такого состояния себя. Моё давление было 160 на 130. Мой пульс был 130 ударов в минуту в спокойном состоянии. То есть это какие-то космические цифры. Я себя чувствовал очень плохо. То есть это, пожалуй, самые ужасные времена в моей жизни были. То есть довести до такого себя ещё умудриться надо. Но случилось чудо, наверное. Ну, на данный момент я могу сказать, что это чудо. После очередной пьянки в конце августа 2016 года, ну, я, так сказать, решил немного подзавязать. Пару недель не попить. 5 сентября 2016 года я устраиваюсь на работу. Кстати, я до этого 3 года сидел на мамкиной шее. Не работал. Не знаю. Огромная благодарность, что она всё это выдержала и не выкинула меня куда подальше. Я устраиваюсь на работу. Там в октябре проходит медкомиссия. И я прохожу эту медкомиссию. Но мне врач небольшое предупреждение такое выписывает. Типа, что молодой человек, вам 26 лет, у вас холестерин на 8 пунктах. То есть, это не очень хорошо. Вы к 35 можете схватить инсульт, инфаркт и просто умереть. Я вам честно скажу, я очень испугался. Я думаю, ничего себе, я могу умереть. Это жёстко. К 35, там, ну, это очень жёстко. И в первый же день я приехал, я маме пообещал, что я просто перестаю есть сладкое. Я перестаю жрать жирное. То есть, я хочу сесть на диету. И к тому времени, да, я уже полтора месяца не пил, не срывался. Хотя в этом промежутке было и моё день рождения. Ну, я как-то выдержал и не сорвался. Вот. И 2 ноября 2016 года я купил себе абонемент. Абонемент в зал. Пожалуй, это событие полностью изменило мою жизнь. Полностью. То есть, я пришёл, встал на весы. Они показали 125 килограмм. И я начал заниматься, заниматься спортом, правильно питаться. Ну, на тот момент, как заниматься там 20-30 минут на эллипсе, чуть-чуть, так сказать, подтопить жиру. Ну, спорт – это всё-таки, ну, моё мнение, что это не основа. Основа – это всё-таки правильное питание. То есть, я создал дефицит калорий из правильных продуктов. То есть, я начал потреблять там вместо, там, сколько я, 3-4 тысячи потреблял в день калорий. А я начал потреблять 1800-1700 калорий. То есть, поменьше жиров. То есть, углеводы, белки – всё сбалансировано. И первый месяц – это была полнейшая жесть. То есть, я скинул всего там 2 килограмма. И я думаю, о-о-о, всё, всё, у меня ничего не получается. У меня организм под это не заточен. Но вот здесь как раз, не знаю, редко так, наверное, бывает, но здесь сыграла поддержка близких. Они сказали, Виктор, ты не останавливайся, у тебя всё получится. Чуть-чуть терпения прояви, и всё пойдёт. Но я, да, я решил не останавливаться. И, знаете, это крутое состояние. Я за второй месяц скидываю там более 20 килограмм. То есть, я бегал, я сразу начал какие-то силовые нагрузки в зале на себя возлагать. По чуть-чуть, со свободными весами. Ну, чтобы кожа не начинала там свисать, висеть. Вот. И я начал сбрасывать. То есть, к 15 январю взвесившись, я ушёл с порога 100 килограмм. Я весил 98 килограмм. 15 января. Но я не остановился на этом. Я всё равно смотрел на себя в зеркало и говорил, Ты просто ужасен. Ты ужасно выглядишь. 98 килограмм – это не порог. То есть, надо дальше действовать. Я продолжил дальше в зал. То есть, добавлял, добавлял в зале. Добавлял в питание. То есть, мне где-то кто-то подсказывал. Я, ну, сейчас мир интернета, в Ютубе, всё, что угодно можно высмотреть, вычитать. И сбалансировал себе настолько питание, что вес пополз дальше вниз. То есть, не было такого, что я стопорил. Я всё время продолжал правильно питаться. То есть, полгода, я вам могу сказать, что я не сорвался ни на сладкое, ни на жирное. То есть, даже в Новый год я не сорвался. То есть, для меня перестал существовать календарь. То есть, нету ни праздников. Если ты хочешь чего-то добиться, не должно быть там, Ой, 1 января, можно себе позволить. Себе могут позволить те, кто, наверное, уже добился большого результата. И да, он может день, не знаю, может быть, выпить. Может быть, что-то съесть лишнее. Но если ты на начальном этапе начинаешь срываться на такие праздники, то, скорее всего, ты не добьёшься результата. То есть, я продолжил всё это. И к маю 17-го года я весил 82 килограмма. То есть, я такой думаю, да, похлопал себе по плечу. Думаю, молодец, ты крут. И какой-то стопор произошёл. Чё-то я в зале начал халявить. Но питание всё равно, я продолжал следить за питанием, за правильно. Но поймал себя на мысли то, что я как-то в зале перестал там выкладываться по полной программе. Хотя раньше, будучи даже толстым, я выкладывался на полную катушку. И застопорился. Пару месяцев как-то пассивно ходил. Не набрал ничего, потому что питание было правильное при этом. Но буквально где-то август, опять же, этот месяц, я что-то щёлкнул опять в голове. Я начал усиленно опять тренироваться. И вот довёл сейчас декабрь 2017-го свой вес до 75 килограмм. Для меня это стоп. То есть ниже я уже не хочу сбрасывать вес. Я наоборот хочу 8-10 килограмм вернуть. Но уже качественной мышечной массы. И я 100% знаю, что у меня всё получится. Потому что я визуализирую всё это. Я вижу цель. Я вижу, что впереди. То есть я просчитываю все шаги. И я следую всем правилам. То есть я не срываюсь. Я ещё не добился ничего. То есть скинуть 50 килограмм, да, ну круто, молодец. Но главное было не это. А то, как я изменился сам изнутри. То есть я не уважал ни родителей. У меня есть братья, сёстры. Я самый старший. Что я... Какой пример я мог подать этим своим близким людям, приходя домой пьяный, вонючий там. То есть ничего хорошего в этом нет. Я изменился полностью. То есть я с 20 августа 2016 года ни разу не сорвался ни на капли алкоголя, ни на сигареты. То есть у меня не было срывов. Я продолжаю следовать этим правилам. То есть это не ЗОЖ, там, здоровый образ жизни. Это ПОЖ. Это правильный образ жизни. То есть это я хочу жить правильно. И для меня в данный момент это правильный образ жизни. То есть я изменился изнутри. То есть ушел этот развратный образ жизни. То есть я стараюсь вести корректно себя со своей семьёй, корректно со своими знакомыми. То есть стараюсь помогать людям, которые тоже немножко боятся начать. Ну для них это что-то неизведанное, но я их поддерживаю. И хочется дальше их поддерживать. И также через вот это видеообращение, может быть, действительно кому-то это поможет, видео. И хоть один человек начнёт менять свою жизнь для меня действительно будет за счастье это. Так же хочется оставить небольшое напутствие о том, что вы... Будут фотографии, Антон их приклеит. Вы посмотрите, до какого состояния я себя довёл. Это было полнейшее свинство. То есть это неуважение к себе. Быть таким. Это очень жёстко. То есть вы... И я, знаете, я считал себя при этом правильным, каким-то крутым. То есть... А, знаете, ещё хотел... Ну думаю, вот у меня будет жена, там, красивая. Чуть ли не фотомодель, там, дети у меня будут здоровые. Как я мог этого хотеть? Вот в таком теле. То есть с красивой женой, то есть... Так жена была бы подобная мне. Тоже пьющая, курящая и так далее. И дети бы не были бы здоровыми. Это сто процентов. То есть я понимаю, что очень-очень тяжело начать. Очень тяжело начать. Это, пожалуй, старт, это самое тяжёлое. Но я вам так скажу. Вот меня в своё время замотивировал страх. Страх. Ну, действительно, там, умереть молодым. То есть я не хотел этого. Так вы попробуйте представить себе, что ты через неделю умрёшь, если ты не бросишь вот сейчас такой образ жизни. Не обязательно, что ты там толстый. Нет, просто ты там пьёшь, заливаешься, там, куришь, употребляешь наркотики. Ну, представь, что ты через неделю умрёшь, если ты сейчас не бросишь. И там не через неделю в понедельник, а завтра, там, во вторник, в среду. То есть если ты сейчас не сделаешь этот шаг, то ты всё, погиб. И остаётся один шанс начать сейчас. То есть если ты зацепишься за этот шанс, за эту возможность, то твоя жизнь примет... Невообразимые изменения произойдут. Ты начнёшь любить семью. Семья начнёт любить тебя. То есть ты изменишь... Да ты просто изменишь всё. И это будет всё поступательно. Сразу ничего не бывает. Так, щёлкай, всё, я похудел. Нет, такого не будет никогда. То есть надо проявить терпение, трудолюбие. И ты... Каждый... Ну, вот это всё, вот это спорт, питание, оно всё закалит тебя. То есть ты уже не будешь наблюдать вот эти поражения. То есть даже если ты проиграл, ты всё равно будешь... И поражение будет для тебя взлётной полосой. То есть ты будешь взлетать из-за поражения. То есть тебя уже будет не остановить. То есть ты должен уцепиться за вот этот маленький шанс и идти вперёд. Как, наверное, сделал я, потому что... Ну, реально страх вот, страх умереть. Остановил всё это во мне. Убил. То есть я не хочу ни пить, ни курить. У меня нету соблазнов таких. Чтобы войти нажраться. Нет, нету. То есть я... У меня брату, там, 19 лет, сестре 20... Я с ними не общался всё это время. Всё эти... И я не знал ни брата, ни сестру. То есть когда пришли вот эти перемены в мою жизнь, я... У меня появилась идиллия дома. Да, мы ругаемся, но это уже не то. То есть мы любим друг друга теперь. То есть меня поверили. И я теперь верю в них. Они тоже меняются. Мы все меняемся. Шанс есть у каждого. Человек... Его невозможно сломать. Если он сам этого не захочет. Не надо искать где-то там вдохновение. Вдохновение, там, спортсмены, звёзды. Вдохновение может оказаться рядом. Оно может быть дома. Это может оказаться твоя жена. Твой ребёнок. Да всё что угодно. Просто надо немного приоткрыть глаза. И посмотреть вокруг себя. Что тебе нужно. И потом, со временем, ты сам станешь для себя героем. То есть ты будешь себя вдохновлять. Хотите знать, какая сейчас у меня мотивация? То есть я хочу качественной мышечной массы. Вот такая. Ну и так же меняться дальше изнутри. Моя мотивация – это интерес. Мне просто интересно. Вот я за год скинул 50 килограмм. Мне интересно, что будет через год. То есть я не хочу бросать. Я голоден до этого. Я должен двигаться дальше и увидеть, что будет дальше. А дальше будет только круче. Я буду становиться сильнее. Я просто следую всем правилам, которые выстроил для себя. Некоторые люди говорят, вот я хочу похудеть, я хочу то сделать, я хочу поднакачаться. Но для этого никаких усилий они не прилагают. То есть я говорю, меня спрашивают, вот как похудеть. Я некоторым людям помогаю с диетами. То есть меня спрашивают, я им прописываю правильное питание. Ну и обязательный пункт – это следить за водным балансом. То есть я сам выпиваю 3,5 литра воды в день. То есть чтобы все это… Грубо говоря, вода – это лучше жиросжигатель. Но люди говорят, ну я не могу пить воду. Ну а как ты хочешь начать, если ты даже не можешь пить правильное количество воды? Как ты хочешь худеть и как ты хочешь изменять свою жизнь, если ты не можешь наладить свой режим? То есть недосып ведет к ожирению. То есть если ты там ложишься в 3 и встаешь, даже не важно, в 7-8, это недосып. То есть ты не даешь своему организму работать. Типа, я не могу уснуть. Да конечно ты не можешь, если в твоих руках телефон, планшет, ты сидишь перед компьютером там, да ты не уснешь. Научитесь следить за этими мелочами. Все очень просто на самом деле. Следить за правильным питанием, следить за водным балансом. Заниматься. То есть не надо отмазать. Отмазать. Действительно, да, есть такая вещь, что там нет денег на зал. Но кто отменял улицу? Есть турники, есть, да просто есть улица, по которой можно бежать. Я очень люблю бегать. И обожаю бегать. Я люблю бежать далеко. Но я поймался тут себя недавно на мысли о том, что бег превратился в мою зону комфорта. То есть я бежал 21 километр полумарафон. Я бегу, я не устаю, то есть я спокоен. Двигаюсь, двигаюсь. И не останавливаюсь, ни разу не остановился за эти 21 километр. То есть бежал час 58. Ну это не так быстро. Но я смог пробежать это количество. Эту дистанцию. Но я был в комфорте. И когда остановился, прибежал на финиш. Я такой, ааа, у меня все болит. У меня кружится голова. У меня... Ну как старый дед стал просто. И я поймал себя на мысли о том, что вот оно. Это как в беге, то и жизнь. То есть ты начинаешь останавливаться. Все начинает болеть. Там, здесь, все болит. То есть это да, про поражение говорю. То есть ты проиграл, и ты такой, ай, больно. То есть если ты останавливаешься, все, ты в минусе. То есть ты не должен тормозить. То есть цепляйтесь за этот шанс. Все не так сложно, как кажется. Но и не все просто. Себя надо заставлять каждый день. То есть я вот это видео записываю в воскресенье. Я встал с утра. Для меня еще большая мотивация вставать рано. Это мой первый завтрак. То есть я ценю завтрак. То есть завтрак, он должен быть. Он должен быть полноценный. То есть ты должен завести свой организм. Я позавтракал. Правильно, естественно, позавтракал. И пошел на тренировку. Сегодня был у меня день ног. Я уничтожил свои ноги. Сейчас сижу на самом деле. Спина вся мокрая. То есть я говорю, нету календаря. Я не слежу за понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. То есть в воскресенье я пошел тренироваться. То есть по графику у меня тренировка. Я слежу за этими правилами, которые сам себе прописал. Вы также пропишите себе строгие правила и следите за ними. И тогда вы увидите результат. И он просто покорит ваше сердце. И вы уже никогда не захотите вернуться. Обратно, где вы находились. То есть еще один мотиватор. Также страх. У меня страх вернуться туда, откуда я начал. То есть все это пережить заново. Нет, нет, нет. Это полнейший суицид. То есть стать вновь таким. Я понял это. И теперь больше никогда. Говорят, никогда не говори никогда. А я скажу, никогда я не вернусь в ту жизнь. То есть я буду только продолжать расти. В прошлое я не буду возвращаться. Это полота. Она засеет тебя обратно мгновенно. Теперь только будущее. За мной. Также за вами. Спасибо тебе, Антон. Базилио большое. Что ты дал возможность рассказать что-то людям про себя. Может быть, кто-то из них начнет действовать и изменит кардинально свою жизнь к лучшему. Из-за него будут рады его близкие. И все переменится к лучшему. Меня зовут Виктор Рябов. Огромное спасибо за внимание. Дерзайте. Обращайтесь. Я что смогу, то подскажу. Пока.